здравствуйте давайте продолжим решение задач с параметрами на прошлом занятии мы решали уравнение аналитическим способом то есть используя правила алгебры сейчас же я хочу показать вам графический способ решения таких задач у нас имеется следующая задача найти все значения параметра а при каждом из которых система двух уравнений имеет 4 решения давайте так как я уже сказал что мы решать будем графически определим какие линии являются графиками этих двух уравнений возьмем сначала первое уравнение x плюс 3 y под знаком модуля плюс 5 равно 0 что значит модуль y это означает что для положительных игр это у нас само игрек а для отрицательных он будет раскрываться со знаком минус значит я могу это уравнение переписать виде системы скажем x плюс 3 y плюс 5 равно нулю для отрицательных что это означает это означает что мы на верхней полуплоскости будем рисовать вот эту линию на нижней полуплоскости для не отрицательных и соответственно модуль будет раскрываться со знаком минус то есть x минус 3 y плюс 5 равно нулю для отрицательных что это означает это означает что мы на верхней пил полуплоскости будем рисовать вот эту линию на нижней полуплоскости соответственно вторую графиком каждой из этих двух уравнений является как мы знаем прямая потому что уравнение линейное относительно переменных x и y значит первое уравнение с из исходной системы за ее задает графически две прямые 1 расположена выше оси x другая ниже оси x второе уравнение мы видим что это стоит уравнение окружности четверку я сразу перепишу как 2 в квадрате и тогда я могу утверждать что это окружность с центром тут внимательно в точке с координатами зависящий от нашего параметра а и здесь мы видим координата 0 и радиус этой окружности равен двум что это означает у нас параметр а это любое действительное число и это означает что наша окружность в зависимости от параметра а может двигаться влево и вправо вдоль оси x давайте сделаем рисунок на плоскости x и y мы нарисовали наши прямые вот они задаваемые первым уравнением системы и как я уже сказал второе уравнение системы в зависимости от нашего параметра а это семейство окружности которые двигаются вдоль оси x соответственно при каких-то значениях параметра а эта окружность может оказаться полностью справа нашего уголка или слева от нашего уголка что это означает вообще говоря когда мы применяем графический способ решения мы с вами должны понимать что четыре различных решения означает что у нас графически должны быть четыре точки пересечения графиков если окружность находится далеко от нашего уголка или глубоко внутри него тогда мы говорим что точек пересечения нет и соответственно решение исходной системы тоже нет из рисунка вы видите пунктирной черной линии нарисована окружность которая проходит через вершину нашего уголка и тогда мы видим что здесь у нас три точки пересечения тоже вроде не подходит есть голубой вид окружности где у нас окружность является ну то есть касается внутренним образом нашего уголка и тут нас получается только две точки тоже не подходит а вот красная окружность которая нарисована между пунктирной черной и голубой она как раз таки имеет четыре точки пересечения то есть это та самая подходящая позиция нашей окружности которая удовлетворяет условию задачи значит мы должны найти все такие значения параметра а при которых вот эта красная окружность будет двигаться но она будет должна двигаться от черной пунктирной до синей окружности центром черной пунктирной окружности является точка а2 ее очень легко вычислить как это мы можем сделать мы с вами знаем что у нас окружность радиуса 2 если здесь у нас точка вершина при x равна минус 5 значит а2 это есть минус 5 еще в левую сторону ровно на расстоянии нашего радиуса то есть минус 2 это и есть минус 7 как же мы можем найти значение а1 для этого существует конечно несколько различных способов можно воспользоваться формулой расстояние точки до прямой и используя эту формулу посчитать и найти то что нам нужно вот длину этого отрезка а я хочу более геометрический способ решения то есть я хочу рассмотреть прямоугольный треугольник все мы знаем что если вот эта прямая является касательной значит радиус окружности проведенной к точке касания образует угол 90 градусов для удобства я тут введу обозначение пусть эта точка у меня будет точка b а вот эта точка касания назову ее точкой c и я рассматриваю прямоугольный треугольник а1bc в этом прямоугольном треугольнике я знаю длину катета это 2 равная радиусу окружности длину отрезка bc я обозначу через x и тогда длина отрезка b а1 у меня по теореме пифагора вычисляется как это у меня гипотенуза значит x в квадрате плюс 4 что такое x значит нам нужно найти длину второго катета для этого я знаю уравнение этой прямой оно у нас было написано и выражая y из этого уровня я получаю что это есть минус 1 3 x и у нас что там было минус 5 значит это прямая с угловым коэффициентом минус 1 3 но угловой коэффициент касательной это есть тангенс угла наклона здесь угол наклона это вот этот угол с другой стороны если я здесь обозначу угол бета тогда тангенс угла бета это у нас что это получается тангенс 180 градусов то есть пи минус угол альфа здесь я применяю формулу приведения из курса тригонометрии получаем что это есть минус тангенс альфа ну а тангенс альфа это у нас угловой коэффициент который равен минус 1 3 поэтому два минуса дадут нам плюс что дальше с другой стороны если я рассмотрю прямоугольный треугольник то в этом треугольнике тангенсом называется отношение противолежащего катета к прилежащему значит тангенс бета это у нас что 1 2 деленное на x и это у нас получилось 1 3 из этого выражения я легко могу посчитать что x это есть 6 найденное значение x я подставляю сюда и тем самым я нахожу длину гипотенузы этого прямоугольного треугольника получается здесь 36 плюс 4 это у нас корень из 40 ну или можно четверку вынести за знак квадратного корня тогда получим 2 квадратный корень из десяти это у нас получилась длина вот этой гипотенузы тогда координата точки а1 или сама точка а1 это у нас что минус 5 и в левую сторону значит тоже со знаком минус длина гипотенузы 2 корень из десяти они никак не складываются поэтому оставим в таком виде окончательно что у нас получается мы с вами сказали что подходящим условию задача и значением параметра являются те при которых красная окружность у нас движется вдоль оси x от точки а1 до точки а2 то есть параметр у нас окончательно мы можем уже записать ответ параметр а может принимать значение от минус 5 минус 2 корень из десяти это координата а1 до а2 минус 7 граничные точки мы не берем потому что в левой границе у нас как мы видели из рисунка всего две точки а в правой границе у нас получается три точки что не удовлетворяет условию задачи таким образом мы получили окончательный ответ 4 решения существует только вот для этих значений параметра а как вы видите многие задачи можно решать даже если они с первого взгляда сложные но с ними можно разобраться желаю всем отлично сдать егэ до новых встреч